Может быть кто-то будет смотреть это потом в записи. И сегодня я хочу поговорить, ответить на вопрос одного из зрителей вчерашнего моего стрима. Вчера такой зритель, его зовут Владимир, задал вопрос. Вот как изменить судьбу? Мне тотально не везет. Что делать, если появляется ощущение, что все обстоятельства против меня? Приветствую всех подходящих, кстати. Что это? Судьба, рок, черная полоса, может быть что-то еще? Ну, давайте попробуем порассуждать и разобраться. Про изменения судьбы я расскажу немножко позже. Да, кстати, друзья, если возникнут неполадки со связью, так, ну вроде пока все работает, то не паникуйте, оставайтесь здесь на моей страничке, просто перезагрузите ее, я быстро попробую тогда наладить связь, потому что компьютер у меня уже староватый и может иногда выдать что-то такое не очень вменяемое. Да? Ну или в конце концов потом можно посмотреть этот стрим записи. Итак, давайте определимся, что такое тотальное невезение. Я буду ориентироваться на то, с чем приходят ко мне люди, вот с подобными вопросами, потому что, к сожалению, Владимир не очень уточнил, что означает такое тотальное невезение, но я в принципе представляю, о чем идет речь. Вот в основном люди тогда жалуются на то, что вот что бы я ни сделал, все получается только хуже. Все обстоятельства против меня. Надо мной давляет какой-то рок, но не тяжелый рок, не хэви метал такой нормальный, который я уважаю, а вот именно рок такой вот, знаете, судьба такая, да? И это действительно неприятно. Вообще-то это чем-то напоминает такую ситуацию кризиса, тяжелого кризиса. Потому что именно в кризисе действительно возникает такой эффект, когда что бы мы ни делали, все становится только хуже. Я бы выделил несколько причин. Прежде всего это вот фокусировка, ну они могут комбинироваться, кстати. Но причины бывают какие. Вот человек фокусируется на негативе. Вообще-то с одной стороны это нормально. Ну мы так устроены. Потому что эволюционно мы были приспособлены к тому, вот чтобы выжить, да? Мы должны были реагировать на какие-то неприятности, на какие-то опасности, отслеживать это, сканировать это вокруг себя. Но иногда бывает, знаете, такое вот избыточное, избыточное ожидание чего-то плохого. В принципе, и оценка всего происходящего как чего-то негативного. Вообще-то это уже работа психолога, либо психотерапевта. То есть, ну тут надо разбираться, почему у человека вот такие установки. Дальше. Недоучет обстоятельств. Вот у человека бывают очень высокие амбиции, но отсутствуют ресурсы, умения. В том числе отсутствует умения добывать ресурсы, либо пользоваться уже имеющимися. Бывает так, что складываются все-таки обстоятельства недолжным образом. Они оказываются сильнее. Ну, допустим, человек попадает в тюрьму, он не может путешествовать, правильно? Но в то же время это не означает, что он лишен всего. И здесь у него есть выбор. Или, я не очень люблю слово выбор, у человека появляется возможность принимать решения. Либо он просто тупо сидит, отсиживает свой срок, либо же он может, если ему хочется путешествовать по миру, он будет продумывать маршруты, читать о достопримечательностях, о природе тех мест, где он хочет побывать, о том, как заработать на эти путешествия потом, изучать язык. То есть, собирать всю информацию, которая может пригодиться. Ну, конечно, если речь не идет о пожизненном заключении. В таком случае человек просто мечтает и просто уходит от реальности. Я про это скажу чуть позже. Далее. Отсутствие навыков и умений. Отсутствие навыков и умений. Ну, вот как в народе говорят, в виде тока до зуб не имет. Хотел человек стать, допустим, программистом, а он даже не умеет слепым методом печатать. Или он не умеет осваивать информацию. И вот это вот следующий момент, из-за которого тоже бывает такое ощущение, что вот вроде все вокруг должно быть доступно, да, есть возможности какие-то, а ничего не получается, все против меня. Это отсутствие умений учиться. Это вот, наверное, самая большая проблема, которая встречается сейчас. Потому что информации много, ее валом, сколько угодно, и книг, и тренингов, все доступно вроде бы. Но проблема, мы оказываемся перегруженными информацией. Не умеем учиться. Вот это, наверное, одна из самых таких вот, такой, ну, достаточно серьезный вызов нашей эпохи. Часто люди просто-напросто не понимают, что хотят. Так, я хочу еще раз поприветствовать всех новоприбывших. Всем привет. Спасибо, что заинтересовались. Спасибо, что приходите на мои стримы. Так вот, часто люди не понимают, чего они хотят. И тут вопрос, а что вообще должно быть? Какой жизнью мне хочется жить? Вот задать такой себе вопрос. Вот хотел бы я, допустим, прожив 10 лет, оглянувшись назад, увидеть, что все осталось по-прежнему. И ничего не поменялось. Вот лично для меня это вообще шиндец полный. Я бы этого реально не хотел. Еще, знаете, бывает так, что часто человек на вопрос, а как ты поймешь, что твоя задача решилась, что у тебя стало все хорошо, не знает, что ответить. То есть вот отсутствие внятных критериев своего хорошо, своей цели, это тоже создает большую проблему. Вот те, которые... Валерия, добрый вечер, да. Вот те, которые меня хорошо знают, например, они знают, что я занимаюсь верховой ездой. И это мне очень помогает в жизни. И как психологу, и просто как человеку. Вот тренер мне всегда говорит, Рома, заранее смотри, куда едешь. Заранее думай, что ты хочешь сделать. Прострой в голове уже вот этот свой маршрут. И действительно и в жизни так. И должны быть критерии того, как я делаю что-то правильно. Если их нет, начинаются проблемы. Еще один момент. Неумение реагировать на свои ошибки, как на способ тестирования реальности. Я не буду подробно про это вот тут распинаться. Можете зайти на мой YouTube-канал, вот, да, вот, Роман Дорошенко, YouTube-канал «Психология жизни и для жизни». И посмотреть мое видео на эту тему. На тему страха совершения ошибки. Далее. Нежелание признавать реальность. А вот реальность, она заключается в чем? В том, что мир на самом деле, вот как бы нам не хотелось, мир непредсказуем. Валерия, я не понимаю, я все хочу. Ну, все хочу, но не все может находиться в пределах нашей возможности. На данный момент. Кстати, на данный момент, да, я про это скажу чуть дальше, что можно с этим сделать. Поэтому оставайтесь на стриме. Так вот, мир совершенно случайно нелинейен. И вот нравится нам, не нравится, но это надо признать. Вот медики знают, можно вести такой здоровый, здоровый, абсолютно здоровый, казалось бы, образ жизни. И там заболеть какой-нибудь болезнью. И помереть от нее. Элементарно. Вот все, что получается у других, вот почему мне не нравится такая тема, как моделирование. Ну, не совсем я к ней отношусь так, с таким почтением. Да, интересно, но это ничего не гарантирует. Потому что то, что получалось у других, не обязательно получится у меня. Даже если у них все успешно, у них все получилось. Я могу полностью эту модель взять, но у меня это просто не пойдет. Вот есть такая замечательная книга Насима Талеба, да, «Одураченные реальностью». Я считаю, ее стоит почитать. Вот те, которые занимаются наукой. Я вот все-таки ученый, занимаюсь наукой. И я вам могу вот покляться, что вот можно в лаборатории в одних и тех же стандартных условиях делать один и тот же опыт, но результаты будут чуть-чуть-чуть отличаться, особенно на большой выборке. Понимаете? И это факт. Ну, тогда спрашивается, а для чего тогда все это, для чего вот мы это все разбираем, для чего мы все это делаем, и где же тогда вот это счастье, если у человека там тотальная непруха, то где тогда должна быть пруха, где тогда должно попереть? И вот тут мне кажется, что попереть может только тогда, когда мы обретаем какой-то свой путь. то есть наше счастье, наш путь, это в реализации себя, в проживании себя и своей жизни. Это очень интересная тема. Не знаю, получится ли когда-нибудь у меня изложить вот в таком формате, но в принципе, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Когда мы идем по своему пути, когда мы обретаем путь, то, ну, такой вещи, как несчастье, просто не бывает. Даже неприятности, мы их воспринимаем просто как какие-то события, которые немножко переструктурируют нашу реальность. И вот, кстати, когда ко мне люди приходят с проблемой преодоления кризиса, я, первое, что мы делаем, мы, скажем так, подводим человека к тому, что кризисная какая-то ситуация, она просто переструктурировала реальность человека. И сейчас человеку надо учиться просто жить в этой новой реальности. Вот вторая часть вопроса Владимира насчет изменить судьбу. Да, тема хорошая, поменять то, что есть, но вот, знаете, вот за словами изменить судьбу порой стоит желание ну, найти какую-то волшебную, вот такую волшебную кнопку, на которую можно нажать и как бы загрузить новую версию себя. Да? Либо выбрать другую сложность игры под названием жизнь. И вот это ошибка. В психологии мы называем эту вещь ошибка установки на заданность. Например, человек может считать, что есть некая вторая какая-то половинка, вот одна единственная, к которой я должен там либо должна прийти. Вот она существует, я всех отбрасываю вокруг и вот только к ней всю жизнь иду. Поиск какого-то своего особого пути, предназначения, смысла и так далее. И вот что мне тут не нравится, что здесь судьба рассматривается как какие-то рельсы, на которые вот нас поставили, как паровоз в детстве, толкнули и мы покатились. И вот, кстати, отсюда возникает вера к этим сценариям, установкам. О, Любовь Гладильна присоединилась, приветствую. Вот к этим сценариям и установкам, ну, у меня отношение такое двоякое. С одной стороны, очень любопытная модель, а с другой стороны, ну, в детстве нам запрещали, я вам вчера приводил пример, в детстве запрещали ковыряться в носу. Ну, и что, ковырялись. Запрещали, может быть, там кому-то акцент делали, не занимайся анонизмом, а то на этих, на ладошках волосы вырастут. Занимались. И, скажем так, родители не указ были. Поэтому, какие родительские установки, друзья? Взрослый, самостоятельный человек, если он не дятел, он сам создает для себя и установки, и сценарии, и все, что угодно. Вот хотите, соглашайтесь со мной, хотите, нет. Некоторые-то меня упрекают, что я с корифеями спорю, но, ребята, жизнь-то показывает совсем другое. Опять же, вот, допустим, семья какая-то со своими установками. Один вырастает там уважаемым человеком, бизнесменом, а другой спивается, в канаве погибает. Почему тут вот вдруг установки не работают? То же самое даже и с братьями-близнецами случается. Братья-близнецы росли в одних условиях, выросли, пути и разошлись. у каждой пошел своим путем. Совершенно уникально. Я, например, считаю, что любой момент в жизни может стать ключевым. Вот любой момент. Вот мы как бы кладем... Вот у меня такая вот метафора возникает. Вот мы идем и кладем перед собой камушки, да? Становимся на этот камушек, кладем следующий. И вот в какую сторону мы положим, туда вот и наша тропинка и пойдет. То есть в каждый момент фактически мы... Ну, Валерия, если человек дятел, то... Ну, это не лечится. Что тут сделать? Самое главное, чтобы дятел был доволен своей судьбой. То есть решил человек быть дятлом, пусть он им будет. Но пусть будет счастливым дятлом, довольным своей судьбой, да? А если человек задает такой вопрос, значит, он все-таки недоволен тем, что происходит. Правильно? То есть я считаю так, что вот появилась свободная какая-то минута, сделай что-то в нужном направлении. Научись. Подумай хотя бы, да, если вот ничего сделать нельзя. я, допустим, могу валяться на диване и что-нибудь такое обдумывать. Ну, опять же, как говорится, я большой лентяй. Видите, мне лень статьи писать, поэтому я выбрал вот такой формат стримов. и тоже очень важно сосредотачиваться на действиях, а не на ощущениях. Вот очень часто, знаете, мы, и порой даже вот мы, психологи, вот можем подтолкнуть человека к тому, что он начинает рефлексировать много, там рассуждать про свои ощущения, там что-то обдумывать. Хотя, вообще-то, ну, это тоже надо, да, но все-таки для движения, для своего продвижения, ну, надо потихоньку-потихоньку что-то делать, и не бояться ошибок. Вот если вы посмотрите мои первые стримы, ну, там вообще полное говнище такое, и по изображению, по освещению, ну, и сейчас далеко от идеала, но стараюсь, да, вот набиваю шишки, стараюсь сделать это все поинтересней. Ну, и, естественно, возникает вопрос у каждого человека, да, так, а что делать-то, вот что делать, вот если появилось такое ощущение. У меня, например, я могу предложить такой план, да, то есть, во-первых, определить, чего действительно хочется, знаете, по-настоящему, по-настоящему хочется. Не то, чтобы вот, допустим, хочу построить дом. Построить дом, потому что каждый настоящий мужик должен построить дом такой, в таком, в престижном месте, крепкий, все. То есть, это дом для понтов, для удовлетворения амбиций. Но будет ли это истинным желанием, я сомневаюсь, и поэтому тут может возникнуть много-много-много различных препонов. А вот если по-настоящему хочется, если для меня дом это что-то другое, ну, тогда велик шанс, что это получится. Но опять же, не обязательно, потому что я говорю, жизнь нелинейна, непредсказуема. Мы можем делать что-то правильно, но не факт, что получится, но в этом же, наверное, и интерес. О, Андрей, приветствую, приветствую. Давненько не виделись, не слышались, не списывались. Дальше, вот следующий пункт плана, который, я считаю, обязательно надо вот включить для себя, это изучить реальность, но настоящую реальность, понимаете, не вымышленную. Поэтому вот всякие мистика, эзотерические тренинги, они не только бесполезны, но и вредны, потому что они уводят человека действительно от реальности, от настоящей реальности. То же самое, как и мотивирующие тренинги. Типа вот то, что, ладно, не буду обсуждать, как говорят, это нехорошо обсуждать отдельно, отдельных личностей, пока воздержусь, пока. Но, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что неготовый человек, вот он после этих мотивирующих тренингов, очень легко может поймать облом. Причем, такой облом, что так его шмякнет мордой, а реальность, что, ну, будет очень-очень больно. Так, тут кто-то что-то... Да, самое сложное... Да, да, Валерия вот как раз написала, так это самое сложное, определить, что действительно хочется. Валерия, здесь надо ориентироваться все-таки... Вот именно этот тот случай, когда надо ориентироваться на свои чувства. Вот прет это, хочется этого, вот тело аж прямо, как говорится, трепещет, значит, это мое. Если это мое, я готов этим заниматься прямо сейчас. Да, прямо сейчас я готов что-то для этого сделать. И здесь вопрос, вот посмотрите, у меня на канале есть видео, как отличить истинные ценности. и про конфликт ценностей. Я там говорил, что если человек вбил себе в голову, что ему нужен дом и ради этого он во всем себя ограничивает, он постоянно себя плющит, что вот он его не строит, эта ценность скорее всего какая-то привнесенная. Потому что если это моя ценность, я могу ее всегда отложить в сторону, потому что это моя ценность, потому что на данный момент мне, допустим, нужно что-то другое сделать. Понимаете? мне нравится верховая езда, все, это моя ценность какая-то, да, это много чего реализую, много каких ценностей. Но так как это мое, то я в принципе могу, если это необходимо, где-то отодвинуть в сторону, где-то что-то пропустить, да, но я знаю, что это мое, но никуда от меня не денется. То есть вот такие ориентиры должны быть. Да, на ощущения, да, Валерия, да, соглашусь. Так вот, я вернусь к тому, что вот эта эмоциональная раскачка, она все-таки может быть иногда полезна. Вот почему говорят, допустим, вот съездил там, ладно, съездил там к Энтони Робинсу, этому, и после него меня поперло, и там сделал. Но это говорит о том, что у человека уже в принципе все было готово, все было на мази. Ему нужно было просто вот какую-то эмоциональную зарядку получить, чтобы он это начал делать. Нужен был всего лишь толчок. Но для этого реальность, соответственно, должна быть подготовлена уже, да, чтобы просто что-то вот сделать и пойти куда-то. Следующий пункт плана, то есть подумать, каким образом я смогу пойти туда, куда хочу. Через что? Ну, если мы говорим про какую-то финансовую часть, да, как я смогу заработать, хоть какие-то деньги, да, для начала. Я думаю отдельно сделать стрим, потому что вот сейчас я вижу, сколько, например, людей, тех же врачей, коллег моих попадают под суд, под всякие неприятности, и я понимаю, что ждет их потом, когда придется возвращаться уже к реальной жизни, надо будет как-то адаптироваться, ну, и надо с чего-то начинать действовать, но это, я думаю, или отдельный стрим, или отдельное видео сделаю. Вот, и надо учиться, 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 вот то, о чем я говорил, учиться получать знания, учиться эти знания собирать, анализировать, в том числе с такой, с критической точки зрения, систематизировать, использовать, самое главное, и главное критически подходить к этому, даже вот к тому, что сейчас я говорю, тоже надо подходить критически, вот поэтому буду очень благодарен, если потом напишите там вопросы, вот, Валерия Степановна, ну, у меня вокал сцена, то есть, вы занимаетесь, Валерия, вокалом, да, ну, да, 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 я помню, помню, помню вашу ленту новостей, ну, все, если нравится, как говорится, тут полный вперед, и определить зоны контроля, и постепенно их расширять, вот, кстати, Валерия, вы вначале задавали вопрос, что хочется всего, да, а я ответил, что всего хочется, но не все бывает доступно, и это, конечно, может быть проблемы, и вот здесь приходит на помощь такой метод, как определение своих зон контроля, их три, помните, да, это зона полного контроля, зона ограниченного контроля, и зона, где мы, собственно, не контролируем ничего, можно, кстати, опять же, я сделаю небольшую рекламу, порекомендую видео на моем канале, как найти область ближайшего развития, и что с ней делать, вот, ну, естественно, делать каждый день что-то простое, делать, но именно делать, делать, а не сосредотачиваться на чувствах, мелкие, мелкие дела, какие-то, что-то потихоньку, потихоньку двигаться, и все получится, вот, Валерия Степанова, да, Рома, это больная тема, суд над врачами, вы знаете, к сожалению, это не только над врачами, но это, наверное, наша просто сейчас реальность такая, достаточно печальная, поэтому, в этой реальности, кстати, как ни странно, большую роль играет не только, скажем так, знание законов, умение создать себе подпорку, не только работа адвокатов, ну, к которым, к сожалению, много претензий есть, да, но и психологическая составляющая, я думаю, о ней тоже отдельный стрим сделать, вот, так что так, я надеюсь, что достаточно подробно ответил Владимиру, надеюсь, что те, которые оставались со мной на стриме, и потом, кстати, посмотрите сейчас вы в записи, тоже что-то интересного для себя подчеркнули, присылайте обязательно свои вопросы, я их разберу, может быть, это будет тоже, даже не будет, может, сделаем, сделаем отдельный стрим по вашему вопросу, если что, если это какой-то такой вопрос, вы в скобочках, если в личку будете писать вопросик, напишите, что в скобочках, анонимно, я тогда просто этот вопрос разберу, изменю имя, ну, в общем, вы понимаете, то есть, отнесусь бережно и нежно к вашей анонимности, ну, сейчас есть немножко времени, сейчас есть немножко времени, и я хочу сделать то, что делал вчера, а именно предлагаю рассмотреть некоторые типовые, ну, типовые, не типовые, то есть, некоторые вопросы, которые вот залетают в группу психологи и психотерапевты, там вопросы бывают очень интересные, фактически, это как бы срез всех проблем, с которыми люди приходят, и в том числе и ко мне на консультацию, и к моим коллегам, вот, а группа, в общем-то, открытая, люди размещают эту информацию публично, так что здесь никаких нарушений этических норм не будет, ну, что ж, давайте посмотрим, что сюда залетело, ага, уважаемые психологи, что со мной не так, утром хочу читать книгу, но нужно на работу собираться, потом хочу заниматься хобби, музыкой, рисовать, но вынуждена зарабатывать на хлеб, работая бухгалтером, под вечер наконец настроилась на бух учет, как уже пора идти домой, да, вечером я в хлам, а, в хлам уставшая от того, что ничего не успевая, плюс бесконечные домашние дела, как и когда успевают жить другие люди, да, забавный вопрос, по большому счету вопрос этот, с таким вопросом надо идти, может быть, не столько к психологу, даже можно пойти, ой, Влада, здравствуйте, здравствуйте, Влада, приветствую вас, приятно видеть еще и, скажем так, друзей, соратников по увлечению, спасибо, что зашли, так вот, в этом вопросе я вижу, что, просто-напросто неумение организовать себя, неумение распределить свои дела, неумение, скажем так, расставить приоритеты, вот и все, здесь, собственно, этот вопрос, даже, не сколько к психологу, сколько даже этот вопрос может решить вполне, вполне квалифицированный коуч, так, здравствуйте, такая ситуация, встречаюсь с мужчиной немного, а, намного старше себя, он старше на 34 года, да, нам хорошо вместе, но мне постоянно приходится выслушивать критику, фуканье со стороны моих знакомых, как с ним спишь, фон дряблый, старый, неужели ты отчаялась, что с мерзким стариком в постель прыгнула, уже лучше одной, чем с пенсионером, не рассказывай всем подряд, про это, но от знакомых не скроешь, да, и не стыжусь его, я люблю его, мне комфортно с ним, что мне отвечать, как себя вести в подобной ситуации, помогите, да, ситуация не очень часто встречающаяся, но встречающаяся, ну, во-первых, во-первых, конечно, мы видим только то, что человек написал, где-то все-таки она, судя по всему, сомневается в правильности своего решения, может, действительно любит, но, видите, такое ощущение, что, ну, где-то пытается оправдать свои действия, да, любовью, тем, что хорошо с ним, потому что, если, ну, все так замечательно, зачем давать перед кем-то отчет, зачем, и вообще, зачем этим заморачиваться, мало ли кто, что спрашивает, ну, а если вот так, поверхностно, с точки зрения житейской психологии, я бы отвечал так, а с какой целью вы вообще интересуетесь этим, что вы хотите услышать, да, то есть, есть такая, знаете ли, такая вот защита в коммуникации, когда вы берете и на вопросом отвечаете вопросом, и в итоге вы вопрошающего можете так достать, что он сам пожалеет о том, что задавал такие некорректные вопросы, ну, и здесь, конечно, да, надо поработать человеку, вероятно, со своими границами, потому что, ну, когда у человека четко выстроены границы, то даже у родственников не будет, ну, конечно, у вменяемых, да, не будет желания задавать подобного рода бестактные вопросы, но, увы, на постсоветском пространстве подобного рода бестактность, это встречается, ну, давайте еще парочку случаев рассмотрим, каких-нибудь, разберем, ой-ой-ой, как тут много всего, ага, вопрос к профессионалам, мимо этого пройти не могу, ваше мнение о практике Михаила Лобковского, ну, что сказать, мне некоторые его постулаты очень-очень нравятся, некоторые не очень, но, например, как там маркетинг выстроен, ну, да, этому надо поучиться, в принципе, скажем так, что он там больше вот раскрученного такого, ну, в смысле, не то, что это неправильно, ну, скажем так, ничего нового, например, для себя, из того, что говорит Лобковский, я не нахожу, вот, но его подача, его способы продвижения, но это уже с точки зрения маркетинга, да, а не с точки зрения психологии, это все, безусловно, интересно, так, что тут еще есть такого, ага, знаете, вот такой вопрос будет, вижу очередную рекламу расстановок, и автор пишет, что чувствует поле таких, как он, а, таких, как он, много фанатичных и горячо готовых, как вы отличаете на практике шизофрению от того, что человек чувствует поле, и психология ли это, нет, это не психология, это так называемая популярная психология, вот, вся эта тема расстановок, ну, для меня, она не то, что вообще бесполезна, она может принести пользу, если это, как, знаете, вариант такой вот проективной, ну, как, скажем так, как инструмент, ой, вылетело из головы, короче, как инструмент, как проективный инструмент, вроде, например, ассоциативных карт, вот, со всякими такими там фигурками, либо пятнами бесформенными, вот, есть такие ассоциативные карты, ну, все, не более, о, ну, это вопрос, в принципе, о том, о чем мы сегодня и говорили, а у вас был или есть кризис среднего 35-55 лет возраста, переоценка, новый путь, куда вас вывел кризис, к чему пришли, если бы этот вопрос задали мне, я бы сказал бы, да, был, куда вывел, вывел на очень интересное и новое пространство, к чему пришли, пришел, иду, и очень доволен всем тем, что со мной случилось, человек начинает счет на пальцах с большого на левой, руки они с мизинца, почему это напрягает окружающих, ну, надо спросить, почему это напрягает окружающих, это да, этот, скажем, вопрос просто от хорошего настроения, но я не все буду рассматривать, пора уже завершать, а то мы сделаем всю работу за этих психологов, я выберу то, что наиболее мне кажется интересным, с развитием психологии, многие стали усматривать в обыденном психологические подоплеки, аж до смешного, да, порой до смешного, но для этого, от этого существует хорошая защита, это юмор, юмор, порой банан, это просто банан, так, в Испании я, увы, не в Испании, добрый день, как перебороть страх одиночества и тоску по уже закончившимся отношениям, не скажу, что сильно жить мешает, но все же тормозит немного, очень частый вопрос, ну, все зависит от того, какой срок, сколько прошло времени, да, если это дело затянулось, если это дело затянулось, ну, здесь, именно я сейчас про тоску, я сейчас про тоску, если это дело затянулось, конечно, надо поработать со специалистом, скажем так, если прошло больше года, все равно плющит по прежним отношениям, то, ну, что-то не переработано, или где-то человек чувствует вину за случившееся, вот, а вот страх одиночества, это другое, это другое, это очень интересный страх, он где-то является, как бы, ответвлением от пресловутого страха смерти, вот, страх одиночества, самое главное, чтобы, вот, если бы, я мог бы ей что-то сказать, я бы сказал так, что самое главное, чтобы этот ваш страх не толкнул вас в новые непродуманные отношения, вот, так что, вот, так что, вот так, ну, что ж, друзья, я благодарю за то, что вы присоединились сегодня к моему стриму, пишите вопросы, задавайте, те, кто не успел, подошел к концу, посмотрите, это видео будет доступно через несколько минут в записи, заходите на мой канал, мой канал, это канал YouTube, который называется «Психология жизни для жизни», приходите, там много, ну, немного пока еще, но там есть интересные видео, и, надеюсь, полезные видео, задавайте вопросы, по этим вопросам будут сделаны следующие стримы, где я постараюсь подробно, как можно подробнее, конечно, вот, насколько позволяет такой формат, ответить на ваши вопросы, ну, и, надеюсь, наши встречи будут взаимополезными. Ну, что ж, всем желаю хорошей недели, всего вам доброго, хорошей, успешной и интересной, захватывающей жизни, и всем пока, всего доброго.